Днепровские коллеги Днепровские коллеги Днепровские коллеги Днепровские коллеги Именно по версии доу, именно самым эффективным, не самым быстрым. Давайте не будем путать быстрый и эффективный. Почему? Как определялся этот рейтинг? У меня было самое маленькое количество писем на одного принятого человека. То есть у меня их, по-моему, 47. То есть я написала 47 людям для того, чтобы захантить одного кандидата. У кого-то другого было 200-300. И это те люди, которые в рейтинге, то есть на девятой строчке. Соответственно, можно себе представить, сколько нужно было написать писем людям, которые вообще в рейтинг в десятку не вошли. То есть это сотни писем, это большой тяжелый труд. Поэтому я очень хорошо понимаю работу фрилансера. И вообще работу рекрутера, безусловно. То есть сколько это писем, сколько это кандидатов, я знаю. Привет, Илона, заходи. Это харьковские коллеги. Я работала HR-дженералистом в IT. Работала в компании 20-30 человек. Это был стартап. Я проработала там около двух лет. К сожалению, он был неуспешный. Проект не запустился, и нас распустили. Это были самые светлые годы в моей жизни. Я с большой теплотой вспоминаю о этой работе, о работе в небольшой компании. Для меня это очень круто, мне это по душе. И я работала HR-менеджером в компании более 600 человек. Это компания Zon3000. Я тоже проработала там около двух лет. И я поняла, что в большой компании не каждый человек может работать. Поэтому, когда я смотрю на DatoArt, на эту огромную компанию, на этих людей, сотрудников с горящими глазами, я понимаю, что реально, наверное, это круто, наверное, это здорово. Это хорошая компания, я рада здесь выступать. Спасибо за приглашение. Вот, сейчас я работаю, сейчас, да, кстати, сейчас я полтора месяца, как я ушла из IT. А, да, потом я еще работала, закончила школу бизнес-коучинга и работала HR-коучем и консультантом. То есть ко мне обращали, ну, фриланс тоже, да, но только не рекрутер, а ко мне обращались клиенты с какими-то запросами, я помогала им решить их вопросы. И все это время, ну, не все это время, последние года два, я преподаю в школе в Харьковской IT Hunt, да, мы учим наших HR-иков молоденьких, вот, учим их тому, что такое IT, как туда войти, да, учим не тех, не только молоденьких, но и учим HR-ов, которые уже что-то знают, умеют и хотят дальше развиваться, продвигаться. Мы используем, конечно же, там IT, всякие методы и штучки, да, но, тем не менее, это все можно использовать и в реальной жизни не айтишной. Это все тоже работает, я сейчас расскажу об этом. И я хочу вас всех пригласить, как бы, да, в нашу школу IT Hunt, потому что у нас есть онлайн-курс, на который вы можете успеть. Раздавашки там лежат возле стойки регистрации, вы можете посмотреть, куда пойти, что взять и как вы можете поучиться в нашей школе. И у меня в конце нашей встречи будут еще призы, сертификаты скидочные тоже на школу IT Hunt. Поэтому я вам их подарю, разыграю каким-то образом, я еще не придумала, каким. Вот, и в конце моего выступления у меня еще будут призы, подарки от DataArt для трех самых активных, но об этом позже. Окей, да, то есть это мой тренерский опыт такой, и я вот хотела, начала рассказывать о том, что последние полтора года я ушла из IT, полтора года, полтора месяца, я ушла из IT, и я сейчас работаю HR-директором в компании, торговой компании. И это очень круто, потому что я вышла из IT, и тут вдруг поняла, что есть жизнь не в IT. О, боже, они там существуют, там люди зарабатывают деньги, как это возможно? Но это так. Да, они есть, и они зарабатывают там деньги. И есть компании украинские, которые хотят развиваться, и мой IT-шный опыт, да, мои знания, которые я принесла из IT-компаний, там очень даже успешно как бы используются. То есть это не какая-то фикция, это реально на практике, и люди хотят за это платить и готовы этим пользоваться. То есть когда они поняли, что такое HR-митинги, вот, они были в шоке вообще, даже так, ну, не принято, как бы, эти митинги, мы хотим, чтобы ты митилась со всеми. В компании 130-150 человек, где-то так. Я говорю, ну, я со всеми не могу мититься. Пусть твои девочки митятся. Вот, потому что, ну, совсем другое отношение. Поэтому, в общем, как-то так. А сейчас… А сейчас все-таки я вам буду рассказывать об коучинговых инструментах, вот, о коучинговых инструментах, которые может использовать фриланс-рекрутер, да, или рекрутер в IT или не в IT, это не важно. Поскольку я закончила школу бизнес-коучинга, я практикующий коуч, у меня есть мои собственные наработки, и я с вами ими поделюсь. Вот. Ну, хочется сказать сразу, что это не для тех, кто новичок. Это как бы левел-ап уже, да. То есть это для тех, кто уже умеет рекрутить, и с этого, конечно же, не стоит начинать. То есть можно начинать с чего-то более простого. А вот для тех, кто уже в рекрутинге немножко заскучал, потутомился, ищет какие-то новые варианты, возможности, да, как же еще иначе можно поработать, чтобы работа была в кайф. Тут, я думаю, мои инструменты очень даже подойдут. Угу. Окей. Я хочу, подготовила для вас мультик, скачала на YouTube, я его не рисовала, конечно же. Да. О том вообще, о классическом коучинге, о том, что это такое, чтобы было понятно вообще, что такое коучинг, и дальше будут мои как бы коучинговые инструменты. Угу. Давайте мультик. Послала как-то жена мужика за рыбой. Пришел он на речку, закинул удочку, вдруг поймал рыбку, да не простую, а золотую, молвит ему рыбка человеческим голосом. Мужик, отпусти меня. А желание исполнишь? Исполню. Чего ты хочешь? Ну как чего? Чего и все? Особняк, Мерседес и жену-красавицу. Хорошо, сделаю. Только ответь мне, для чего тебе это нужно? Чтобы жить не тужить, нужды не ведать. А еще? Престиж! Все скажут, Айда Петров, крутой мужик. А еще? Да чтоб можно было валяться целыми днями у бассейна и не работать больше. Что, совсем не хочешь работать? Ни капельки. Надоела она мне, работа эта. А не надоест жизнь-то такая. А что будет через год? Да супер все будет. С утра проснулся в бассейн. И отдыхаешь до вечера. А утром снова в бассейн. А представь, пять лет одно и то же. Ты права, рыбка. Это мне быстро надоест. Что же делать? А представь, что тебе не нужно работать, чтобы прокормить семью. Чем бы ты тогда занимался? Знаешь что, рыбка, я бы тогда столярную мастерскую открыл. Работал бы в свое удовольствие. Ведь и работы совершенно другие получаются, если с душой работаешь. А потом что? А потом продавать буду. А часть буду дарить на благотворительность. Учеников возьму. А потом вторую мастерскую открою. Название даже придумал. Как ты чувствуешь себя в этом будущем? Да отлично чувствую. Я занят любимым делом. Деньги есть. Удовлетворение есть. И знания есть. Я просто счастлив. Когда ты уже мог бы начать? Да я уже могу. Спасибо. То-то же. А то все дома до машины. А жить-то для чего? Улыбнувшись, подумала рыбка. Обожаю коучинг. И скрылась волна, махнув хвостом на прощание. Ну это же про работу. Да, на самом деле коучинг — это вот об этом. Это о том, что человек открывает свои внутренние ресурсы и делает что-то, о чем он, может быть, даже не думал или знал, но боялся. То есть это вот как-то вот где-то так. Думаю, мультик вам показал как бы о том, что это, как это. И сейчас начнем с… задаем правильные вопросы. Так это вот сразу в практике, из мультика в практику. То есть правильные вопросы. Какие бывают вопросы? Бывают закрытые, да, нет. Вы хотите у нас работать? Ну, такое, знаете. А какую вы хотите зарплату? Ну, 5 тысяч долларов. Ну, это выше, чем по рынку. Ну, а я хочу. Ну, как бы, да. И все. Альтернативные вопросы. Или-или. То есть если закрытые вопросы, они просто не дают человеку возможности открыться, то есть тут подразумевается только один ответ, и не подразумевается, что он будет задумываться даже, когда он отвечает на этот вопрос. То альтернативные вопросы или-или это чистая манипуляция. Вы хотели бы у нас работать с синьером, там, дотнет-разработчиком, или с синьером C-шарп-разработчиком. Ну, давайте начнем с того, хотел бы я вообще у вас работать. Ну, как-то так. Вот здесь как бы сразу видна манипуляция, и наши люди, наши программисты, они интеллектуально развитые хорошо, и тут такие варианты не пройдут. И даже если это не программисты, то и у людей там, ну, например, там он грузчик, то все равно он будет чувствовать себя использованным. То есть манипулятивные вопросы, манипулятивные техники, они всегда оставляют у человека такое послевкусие неприятное, что как будто бы его использовали. Поэтому сейчас, сегодня вы с ним договоритесь, и он может быть о том, что он выйдет на работу, но не факт, что он завтра выйдет. Он с этой мыслью переспит, подумает, что его обманули, и как-то расстроится, скажет, что это не то. То был какой-то ичарский гипноз. Это не мое, мне кажется. Поэтому не рекомендую. Рекомендую правильные вопросы задавать. Это открытые вопросы. Вопросы начинаются как, что, где, когда, какой, сколько. То есть как вы думаете, что вам было бы интересно в нашем проекте? Что, по вашему мнению, важно для работы, что, по вашему мнению, важно использовать в этом проекте, какие технологии? Когда, на ваш взгляд, имеет смысл вам менять работу, повышать зарплату? Понятно, что когда вы хотите выйти на работу к нам, это так, это сразу с места в карьер. Поэтому правильные вопросы, в них весь секрет. Я этому учу даже в школе, в Айтиханде, специально правильные вопросы, потому что это реально очень важно, и это в жизни тоже пригодится. Все понятно пока? Вопросов нет? Если будут вопросы, можете там тянуть ручку или кричать. Главное, чтобы не все сразу. Ага. Дальше, да? Нет. Коучинг. Это рыбка нам показала. Это стопроцентный рыбкин пример. Это классический коучинг. Это модель Grow. Уточняющие вопросы о… Первая цель. Что хочешь получить? То есть это концептуальный весь самый главный вопрос. В чем наша цель? Реальность, реалити. Что есть на данный момент? Что сейчас происходит? То есть как у мужичка там сейчас обстоят дела? Что у него есть? Работа нелюбимая. Вот как-то так. Options, варианты, какие варианты или пути достижения желаемого. Здесь накидывается все-все-все, накидываются все варианты. То есть не нужно говорить, не, вот это не надо, давайте рассматривать все варианты. Даже те варианты, которые кажутся нам невозможным. То есть Options, варианты – это типа мозгового штурма. То есть мы рассматриваем все варианты. И what to do, намерение. Какой конкретно вариант выбираешь и когда ты можешь начать? Да я уже пошел, сказал мужичок и пошел. Вот. Как-то так. Дальше у меня есть подробные вопросы, которые можно задавать заказчику при общении, при снятии вакансии. Я решила начать с заказчика, потому что, ну, если мы правильно собрали, сняли вакансию, да, если мы правильно сняли запрос, вот, то у нас есть больше шансов найти правильного специалиста. И мы потратим меньше времени, помним, да, эффективность 43 письма или 48, сколько у меня там, на одного специалиста. Почему? Потому что я знаю, какой специалист нужен заказчику, а не пишу просто всем подряд. Итак, какие вопросы я могу спросить, задать вакансии? Ага, да, стоп, еще сейчас мы откатимся немножко из практики. Заказчики, они такие же, им надо все срочно, бегом и на завтра. На завтра. Мне нужно, чтобы он вышел. Мне нужно срочно, немедленно, к черту подробности. Нет времени объяснять, да, ребята, я из вашей песочницы. Да, поэтому, конечно же, давай-давай, бегом-бегом, нам нужен срочно кандидат, у нас горит проект. Да, заказчик, он может уйти, если мы до завтра не найдем кандидата, заказчик уйдет. Это все способы давления на вас. И я рекомендую, что я всегда делала, успокоиться, самой успокоиться, потому что нагнетают, на тебя вываливают ответственность какую-то огромную. Это если ты фриланс-рекрутер, то ты можешь еще как-то, ну тут так это, немножечко спетлять. Если ты работаешь на работе, и тебе начинает этот работодатель твой говорить, то просто, блин, кажется, от меня зависят будущие фирмы. Вот честно, вот в этом вот состоянии вы вообще совсем неэффективны, вот, блин, вообще. И кандидаты видят вот этого человека и слышат его, и, ну, это печальная история. Поэтому вы стараетесь успокоиться сами, вот, сказать о том, что, окей, я поняла, что это срочно, я понял, ну, я поняла, вот, о том, что это срочно. Я беру, займусь этой вакансией немедленно, но нужно понимать, что подобные вакансии у нас закрываются в течение, там, двух, трех, там, недель или месяцев. Ну, и, допустим, сложные вакансии, да, бывает и такое. Вот, и тогда говорит, давай, я все услышала, давай сейчас потратим 15-20 минут на описание вакансии. Если это так срочно, если это так важно, если это так горит, выдели мне, пожалуйста, 15 минут из своего времени для того, чтобы ответить на мои вопросы. И, как бы, ну, ну ладно, спрашивай, что там у тебя. Ну, что-нибудь, боже мой. Вот, и тогда мы начинаем спрашивать, какой специалист нужен. Тебе что, непонятно? Настя не выдержала. Что, непонятно, я сказала, сеньор-разработчик на проект, он заходит в Голландию, вот же клиент, какие две недели, о чем ты говоришь? Подожди, давай подумаем, кого хотел бы видеть заказчик на этом проекте, какой это специалист. Он, вот, то-то, то-то, нужны вот эти вот скиллы, и обязательно английский, это, и английский, upper intermediate. На старт, внимание, зачем ему английский? Нет, если он работает в компании, в которой он общается с заказчиком и ездит к нему за границу, ну, понятно, мы не задаем этот вопрос. Если он работает с заказчиком, если он с заказчиком не работает, работает в офисе и, как бы, читает только техническую документацию, зачем нам его английский, зачем мы сокращаем себе воронку продаж, так называемых, и берем только людей, у которых есть английский, если по факту человек не будет им пользоваться. Ну, чтобы был английский, у всех же есть, да? Поэтому мы спрашиваем, почему важны именно эти скиллы? То есть, что там такого важного? Что там вот заложено в этих скиллах такого, что действительно необходимо? Или еще я люблю, когда, ну, особенно сейчас это так очень круто идет, значит, джава-скрипт и какая-нибудь база данных. А чем он будет заниматься? Ну, он будет заниматься фронт-эндом, но надо, чтобы он понимал. Ну, на старт, внимание, подождите, мы опять себе сузили круг кандидатов очень гораздо сильно. Давайте определимся, что ему нужно, какие скиллы должны быть основные, обязательные, какие скиллы уже следующие, желательные, хотелось бы, там можно писать английский и так далее. Я понятно все рассказываю? Может, кто-то не из IT, нужно что-то другое говорить? Все понятно? Окей. Как узнаете, поймете, что специалист вам подходит? Как? А что? А как? Я с ним пособеседую. Прекрасно. Что он должен делать? Что он должен на этом собеседовании показать? Как вы будете его оценивать? Вы будете оценивать его код. А, да, я же хотела забыла тебе сказать. Он должен выполнить тестовое задание. Серьезно? Часов на 10, так примерно. Так он же срочно нужен, подождите, внимание, как же так? Вот. И тут мы понимаем, что он, конечно, очень срочно нужен, но он должен сделать тестовое задание. И вам нужно было найти его вчера, а тестовое задание кандидат на 10 часов будет делать там неделю. Прекрасно. То есть уже тут понятно, что вакансию мы можем закрывать долго, интересно и безуспешно. То есть как узнаете, что специалист вам подходит, это о том, как вы его будете собеседовать, что будете спрашивать, почему будете спрашивать именно эти вещи, потому что они важны, потому что важны эти скиллы. И тут как бы больше важно в коучинге, это как рыбка, больше спрашивать и больше слушать. То есть не нужно давать заказчику какие-то подсказки. Вот как, поскольку я училась в школе коучинга, да, у меня есть европейский сертификат коучинговой федерации, вот. И у нас основная коучинговая позиция – это я окей и ты окей. То есть я совершенно абсолютно на 100% уверена, что мой заказчик окей, и он знает ответы на все вопросы, он специалист в своей жизни, специалист в своей сфере, он не зря здесь сидит и не зря получает эти деньги. Он совершенно абсолютно компетентен. Поэтому, когда я начинаю предлагать ему варианты и накидывать варианты, как эти вопросы можно решить, то таким образом я говорю о том, что я окей, а ты не окей. Ты не можешь сам варианты придумать. Вот, поэтому тут я все-таки за то, чтобы мы больше спрашивали и больше слушали, и меньше предлагали вариантов, что, а вот если так, а вот если это, а вот туда-сюда. Человек сам может включиться и ответить на все вопросы. Поначалу, конечно же, будет сложно и непривычно. Это будет, ну, действительно тяжело, и вам будет тяжело практиковаться. И заказчики, да, ваши там, руководители тоже могут как-то не совсем понимать, что это такое вообще, я же сказала, ну, что ты хочешь от меня, человек. Вот, ну, надо пытаться. Это то, что для меня, это то, что позволяет рекрутеру развивать свои какие-то soft skills, да, вот, и сокращать таким образом количество писем. Хорошо. На что конкретно будете обращать внимание? Это примерно вопрос, два вопроса одного порядка, да, то есть мы по-разному. Кто еще участвует в подборе сотрудника? Это очень крутой вопрос, мы часто забываем, я рада, что вы киваете, да, то есть может оказаться, что кроме вас сотрудником, поиском сотрудника занимаются еще какие-то агентства, еще какие-то люди, то есть и окей, хорошо, тогда какие условия у них и у меня? Да, то есть я должна понимать, что как мы будем делить кандидатов, если пересекаемся, да, то есть как это все будет организовано. На самом деле это, я считаю, что это ответственность рекрутера все это организовать, то есть это не ответственность заказчика, ну, по большому счету. Ну, он чего-то там сделал, он там нанял пять человек, и это, собственно говоря, его право. А вот наша задача это прояснить, кто еще работает по этой вакансии. И тут, кстати, на этом вопросе уже можно будет понять вообще, насколько вам интересно работать с этим заказчиком, и насколько для вас это важно, и это ваше или нет. Потому что если, ну, я тут сотрудничала с одной крупной компанией, ну, не сотрудничала, не захотела, отказалась сотрудничать, да, когда работала фриланс-рекрутером, а с одной крупной компанией не DataArt, вот, да, но очень большая компания, иностранная. И когда я спрашивала, а кто еще, ну, как бы занимается, как вот вы понимаете, что кандидат мой, вот, они говорят, ну, у нас база кандидатов есть, она большая. Вот, и ваш кандидат, это тот кандидат, которого нету в нашей базе. Я понимаю, что компания работает в Украине 15 лет. Конечно, и там есть все. И реально у меня, как бы, шанса, как у рекрутера, вообще найти какого-то кандидата, это очень-очень мало. Вот, но опять-таки, то есть тут вопрос цены. Если бонусы адекватные, то мы можем работать, и мы можем стараться и пробовать, да, особенно хорошо, если разные, ну, похожие вакансии, вот, например, несколько, там, я специализировалась на PHP и на джавистах. Вот, то есть когда дотнетчиком меня просили найти, я немножко, я думала, взвешивала и понимала, что, ну, как бы мне дотнетчика найти реально сложно. Java, PHP, пожалуйста, а дотнетчик, ну, как бы нет, у меня не наработана база, я потрачу слишком много усилий для этого. Вот, и если у вас есть такие наработанные, как бы, базы, тогда можно, конечно же, пробовать, искать, там, и так далее, да, подобные вакансии, потому что если этот кандидат не подходит в эту компанию, да, то вполне возможно, вы можете его продать в следующий раз, куда-то еще кому-то, там, да, можете продать. Поэтому можно работать, но нужно, важно понимать. Понятно? Хорошо. Нет. Реальность. Что есть на данный момент? Я буду ускоряться, наверное. Я хотела еще практику вам дать. Да. Какая сейчас ситуация по этой вакансии? Вакансия только что открыта. Вакансия открыта два месяца, не могут ее закрыть. То есть что происходит вообще? Кто выполняет обязанности сотрудника? Да, если это тимлид, сеньор, проект идет, кто-то там работает эту работу, или никто не работает и ждут, там, ну, если, например, это фронтендщик, да, какой-то, то они там делают базу данных, там, да, вот все вот это вот, а фронтенд сидит и ждет. И когда человек выйдет на работу, ему свалится вообще очень большая куча проблем. Кто заинтересован в закрытии вакансии? И кто не заинтересован в закрытии вакансии? Правда. То есть тут вопрос, кто заинтересован, это просто такая, знаете, ну, как правило подачи фидбэка, да, когда страшные вопросы задаются посредине, да, потому что кто заинтересован, ну, как бы, понятно, там, я, там, заказчик, еще кто-то, а кто не заинтересован в закрытии вакансии? И тут, конечно, как, все заинтересованы. Ну, а если подумать? Давайте подумаем, есть ли кто-то или что-то, да, что, как бы, ну, противоречит, да, тому, что, ну, вот, человек выходит. И тут вам, например, заказчик может сказать, у меня такое впечатление, что тимлид вообще-то не заинтересован, он как-то рубит всех кандидатов, мы два месяца не можем закрыть вакансию. Но на самом деле, когда заказчик вам это говорит, это не значит о том, что он это знал все время и брал вас, уже зная это все. Он мог это понять и осознать только вот сейчас, в процессе, когда вы услышали, он услышал этот вопрос. Вот, то есть человек, он тоже мог не задумываться, как бы, ну, два месяца не можем закрыть. Ну, уже тимлиду показывали восемь кандидатов, ну, почему-то ни одного не выбрал. Ну, как-то, ну, то тот не то, тот не это, тот пишет мало, тот густо, тот часто, тот английского нет, да, вот. И тогда человек может сам осознать, то есть, что происходит. Не факт, что он это действительно знал и понимал раньше, когда с вами договаривался. Что делаете, чтобы закрыть вакансию? Ну, тут вопросы рядом, какая ситуация и что делаете. То есть, можно задавать подобные вопросы, вот, для того, чтобы, если человек не ответил на этот вопрос, может быть, он ответит на следующий. Понимаете? Вот, то есть там он не понял еще, а тут он уже, может быть, понял. Вот, например, может быть, они там написали, написали письмо, да, на своих сотрудников о том, что если они порекомендуют кандидата на эту вакансию, то они получат там бонус там в размере тысячи долларов. И они это делают для закрытия вакансии. Ну, молодцы, что мы можем сказать, правильно? Если компания так делает, то они молодцы. Что уже сделано для закрытия вакансии? Плюс-минус одно и то же, да. С кем сотрудничать, на каких условиях? Опять, если там нам что-то сказали, да, то здесь мы можем это уточнить и прояснить. То есть мы дублируем. Есть такой момент, как дублирование вопросов, да, но это нормально, потому что не всегда человек может услышать ваш вопрос с первого раза. Поэтому как бы это окей. Какие еще есть факторы, влияющие на закрытие вакансии? Ну, я вам скажу фактор. Моя новогодняя презентация – это прекрасный повод. Мы все с вами прекрасно понимаем, что рынок труда уже немножечко подзамерз. И, собственно говоря, до 20 января нам в нем будет очень-очень тяжело что-то вообще сделать. Поэтому, но это фактор, и он есть. И давайте будем это понимать. Вопросы? Хорошо. Мне ничего не надо с этим делать. Это проблема заказчика на самом деле. И можно спросить, окей, да, я услышала, что ситуация такая. Вы хотите, можете, планируете что-то с этим делать или нет. То есть он окей, я его не спасаю, я не знаю, что там у него как. Я только интересуюсь тем, как он к этому относится. Вот. Дальше. Варианты. Какие есть варианты для достижения желаемого? Это может прозвучать странно, но тем не менее. Что вы можете сделать для закрытия вакансии? Это, например, профинансировать, например, дать объявление на доу. Вот. Например, написать письмо сотрудникам. Ну, если вы штатный рекрутер. Если вы фриланс-рекрутер, то, может быть, с кем-то еще они могут посотрудничать. Например, они могут еще сказать, что какие варианты для закрытия, что еще можете сделать. Мы можем, например, собеседовать в течение, вот, сегодня на завтра собеседование, да. То есть и это будет собеседование там техническое, или мы можем отказаться от выполнения тестового задания. Вот. То есть они могут сказать все, что угодно, да. Мы же не знаем за них, как они там, что они там делают. Но закрытие вакансии – это процесс двусторонний. Это всегда рекрутер и всегда заказчик. Ну, даже трехсторонний кандидат. Это ни в коем случае не рекрутер, который делает все, чтобы закрыть вакансию, и заказчик, который говорит, не, этот не нравится мне. Ну, какой-то вялый. Ну, все, ну, все вялые, ну, все. А этот, нет, этот какой-то слишком бодрый. Мне кажется, он не впишется в нашу компанию. У нас он молодой, дерзкий, будет хамить. Не, не, не пойдет. Ага, ну, в общем, понимаете. Вот. А тут как-то они тоже для себя, да, думают. Я уже делаю. Я сейчас с вами обсуждаю вакансию, и я хочу знать, что вы можете сделать. А я буду делать то-то, то-то. Я пойду в LinkedIn, я пойду на Dole, я задействую знакомых. То есть я со своей стороны не снимаю с себя ответственность. Я хочу узнать, как дела обстоят у вас. Ага, окей. Какие еще есть варианты? Он вам что-то там ответил, а вы ему, какие еще есть варианты? А еще, как рыбка. А еще, а еще. Прекрасный вопрос. Я просто на митингах вот сейчас со своими сотрудниками, да, вот этот вопрос, а еще, а еще. Они уже все сказали. Я им говорю, уже такая думаю, господи, устала писать. А еще. И они мне еще говорят. Ну, просто невыносимо, да. Кто мог бы помочь в поиске сотрудника? Речь не идет о том, что именно берешь и напрямую ищешь, да. Здесь может речь идти о каких-то базах кандидатов, которые, например, уже есть. Да. О том, что есть какие-то люди, опять-таки, сотрудники, есть темледы, которые, может быть, работали в каких-то компаниях, в которых есть эти технологии. Да. Он говорит, я не понимаю, что еще, кто еще мог бы помочь. Я не знаю. Вы говорите, ну, может быть, кто-то у вас работает, например, хороший сотрудник, и, ну, кто-то, может быть, знает, где такие сотрудники водятся, да. Может быть, это тогда будет лучше и замечательно, если мы в компании, там, да, в компании «Земляничка», да, вот именно такие там дотнетчики сидят, и именно они там по три копейки зарабатывают. Поэтому мы их сейчас всех к нам и приведем, да. К кому можно обратиться за консультацией? Ну, это, в принципе, помогает, поддерживает предыдущий вопрос. То есть, как-то так. Где могут быть нужные специалисты? О том же, да. То есть, если вопроса не прозвучало, вы его можете задать напрямую. Есть ли уже успешно закрытые вакансии? Если у них уже есть такие сотрудники, то вполне можно спросить, где они их берут. То есть, и тогда вам сократится ваша работа до того, что вы просто в линкедыне добавите всех сотрудников этой компании, да. И тем, которые подходят, просто напишите какие-то заманчивые предложения. Окей, все, согласны все там, да? Слышу, потому что бухтит что-то там, кто-то шепчется. Я думаю, может, что-то не то. Я не то говорю, может быть. Кто курировал закрытие этих вакансий? То есть, понятно, успешно закрытых. Какие ресурсы готовы предоставить для закрытия вакансий? Оплата объявлений каких-то, да, время своих специалистов для консультации. То есть, говорят, иди пообщайся с тем лидом. Окей, хорошо, я поняла, я с ним обязательно пообщаюсь. Как долго, ну, сколько у него есть времени для того, чтобы общаться со мной? Это очень круто, если вы сначала спрашиваете это у заказчика, а потом тем лиду говорите, что привет, мне сказали, я могу обратиться к тебе и потратить час твоего времени, там, в неделю, например, да, на обсуждение кандидата. Ну, или 15 минут твоего времени в день. И тогда он уже не может вам сказать, не, я занят, я не могу, у меня вот тут проект горит. Извините, но как бы СТО сказал, что вы вот можете выделить мне время. Я же не сама это придумала. Поэтому давайте все-таки с вами пообщаемся и обсудим этих кандидатов. Сколько времени планируете выделить? Плюс-минус об этом же, но тут может речь идти и о сроках. То есть, неделя, месяц, год. Есть ли еще что-то, что может продвинуться к цели более эффективно? Мы же не можем всего знать и не можем всего предполагать. Поэтому это очень хороший вопрос. Что-то, может быть, у них там есть, о чем мы не знаем. Например, и тут они вам могут рассказать о том, что это офигенный проект, о том, что это офигенные новые технологии, о том, что это модно. И вообще это очень круто. И все специалисты, которые работают на этом проекте, вообще просто в восторге. И, конечно же, вам тогда уже проект, который модный, крутой, с современными технологиями продавать гораздо проще, чем просто продавать какую-то безликую вакансию. Вопросы? Ну, вот туда намерение. Какой конкретно вариант выбираешь? Что планируете сделать в первую очередь? Они говорят, в смысле? А вы что планируете сделать в первую очередь? Я говорю, я планирую, конечно. Я сейчас напишу описание вакансий. А вы что-то можете сделать? Поговорить с Team Lead договориться? Понять, там нужно вам тестовое задание или нет? То есть уже какие-то реальные вещи, которые помогут мне закрывать вашу вакансию. Какие сроки для поиска сотрудника? Они нам там чего-то говорили, конечно же, до этого. Но мы пока с ними все это, вопрос сроков, мы постоянно его как бы мониторим на каждом этапе. Потому что сначала, конечно же, всем все горит, а потом оказывается, что Новый год, и Team Lead уходит в отпуск, и этим сеньорам некому будет заниматься. Ну, ты молодцы. А я буду искать, как очень напрягаться на эту тему. Что можно изменить, чтобы минимизировать риски при подборе? Вот здесь, например, как вариант, что может быть ответом? Мы не берем кандидатов из каких-то компаний. Вот. У нас плохо приживаются ребята, например, там до 25 лет. Мы не берем джунов, и нам не нравится их учить. И даже если он говорит, что он сеньор в 25 лет, то мы будем его очень серьезно пытать, и у него будет мало шансов пройти. Еще какие-то вещи, ну, разные, может быть. Как будете выбирать, оценивать кандидатов? Мы там уже вначале спрашивали. Здесь важно, чтобы человек нам сам проговорил, как он понял. Потому что то, что он сказал, и то, что мы услышали, и от того, как он понял, может очень сильно отличаться. Поэтому мы спрашиваем. Господи, как я устал. Ну, надо, надо. Надо же закрыть вакансию. Я работаю в ваших интересах. Как будете выбирать, оценивать кандидатов? Кому можно обратиться за фидбэком и уточнениями? Еще раз вас посылают к какому-то темлиду или тому, кто проводит собеседование. И таким образом вы понимаете, что ваш помощник, ваш союзник — это темлид, это именно Василий, и вы к нему обращаетесь. И все это понимают. И вы понимаете, и он понимает. И тут вот что сделать в первую очередь? Это сказать Василию, что к нему обратится рекрутер. И Василий тоже в курсе. Какие конкретные действия ожидаете от меня? Чего он там, может, придумал? Такие заказчики смешные такие. Им иногда кажется, что кандидатов я вынимаю из рукава. Раз! Обладаю волшебством каким-то. Но это же и чары, они же все могут и все знают. Поэтому я только скажу, а завтра уже краник с кандидатами откроется, я буду сидеть и выбирать. Это же хорошо же, да? Поэтому очень интересно послушать, что они ожидают от нас. Как вы планируете действовать? Ну, опять, плюс-минус дублируем. Что может помешать работать по плану? Опять-таки, Новый год, отпуск, жена рожает у кого-то, командировка в Лондон и так далее. Как это можно предусмотреть? И зафиксировать основные договоренности. То есть мы с вами записываем вообще, что, куда, зачем. И потом мы можем, это самое лучшее, то есть это написать митинг, summary по митингу. Митинг summary, то есть договорились о том-то, о том-то, о том-то. Отправить заказчику, чтобы он понимал, что вы считаете, что вы об этом договорились. Если он так не считает, то пусть он вам об этом напишет. Хорошо бы задать такой вопрос. Зависит от готовности заказчика отвечать на вопросы. Если он не готов, это может, ну, около часа, но больше часа не надо просто его мучить. Ну, желательно, в принципе, вложиться в 30-40 минут. Вот, это нормально, адекватно, он как-то к этому готов, да. Но если он не понимает, как отвечать на вопросы, можно записать то, что он понимает, то, что он говорит, начать какую-то работу, каких-то кандидатов показать. Скорее всего, они не подойдут, конечно же, и вернутся опять сюда. То есть почему не подошли кандидаты, и мы опять обсуждаем требования к вакансии. Потому что человек может не быть готов вообще так глубоко погружаться. Ему кажется, что все очевидно. Ну, и, конечно, вы тоже, да, когда только начало, это тяжело. Когда вы это берете в свой стиль работы, и вы это берете в практику, то вам достаточно, он еще фразу не договорил, а вы уже знаете, какой следующий вопрос вы зададите. И вам не нужно будет как бы вот мучиться. Да, была еще рука. На самом деле, конечно, все вопросы необязательно задавать. Тут же вопросы, они накиданы разные-разные, да? Да. Когда? Кем? Как можно скорее, да. Окей. Потому что они, ну, как в коучинге говорится, это побуждают осознанность. Во-вторых, здесь написаны варианты, ну, на все случаи жизни, собственно говоря. И, как правило, большую половину этих вопросов задавать даже и не нужно будет, потому что вы будете на них получать ответы уже тогда, когда будет процесс. И вот по поводу сроков, опять, сроки для поиска сотрудника. Мы говорили об этом несколько раз, да? И здесь мы как бы подытоживаем и так summary, да? Я поняла, что сроки закрытия вакансии там два месяца. Окей, окей, да. Вот. То есть необязательно вот так вот дословно все, как бы, все зачитывать. Это гибкая система. Я просто постаралась дать вам как можно больше, чтобы у вас был как можно больше выбор вопросов. Да, Лен. Это заказчики, Лен, чтобы ты понимала. Спасибо. Окей, ответили. Спасибо. Еще. У нас время просто катастрофически заканчивается. Да. Ну, тогда у меня для вас плохие новости. У меня есть модель Гроу для кандидата, тоже с вопросами. Поскольку у нас описание, поскольку мы, как правило, с кандидатами пишем, да, мы им пишем письма, у нас нет возможности с ними пообщаться даже по скайпу. Вот. Поэтому для меня, как бы, я постаралась в виде того, как это можно в виде письма изложить. Угу. Вот. Мы не успеем рассмотреть все вопросы, но я думаю, что мы успеем с вами сделать практику сейчас быстренькую. Вот. Ну, сфоткали? Ну, понятно, да, что такое ПКТ, проект, компания, технологии. Это какие-то конкурентные преимущества, которые мы продаем. Или интересные технологии, или хорошую компанию, да, или хороший проект. Продавать хорошую зарплату хорошо, но неинтересно, и таких заказчиков мало. Там дальше будут еще слайды. Еще у вас будет возможность все это сфоткать еще. Да. То есть, какая ситуация, все ли нравится, есть ли желание познакомиться, что мешает сменить. То есть, ну, понятно, да, пишем, общаемся, как можем. Вот, что нравится, есть ли знакомые. Что-что? Ну, да, на самом деле, потому что очень сложно написать вкусную вакансию, которая будет хотя бы как-то вообще что-то будет как-то продвигаться. Вот. И вот это вот вычленить, вот это проект компания, технология, ну, реально очень-очень-очень тяжело. Но именно вот эти вот вопросы, да, которые для заказчика, именно они помогают нам найти вот эти вот конкурентные преимущества. А, я недавно узнала, то есть на Доу, по-моему, писали или где-то еще, были исследования. Я сейчас переключу слайд, пока вы будете фоткать, я вам расскажу. Вот. Да. Так вот, были исследования о том, что раньше кандидаты в IT был хороший срок работы, это три года. Вот. А последние, по последним данным, как бы, да, если человек в компании работает один год, это уже хорошо. То есть если кандидат год проработал в компании, это уже хорошо. Поэтому я к чему? Я к тому, что все-таки, а их же как-то хантят, их же как-то переманивают. Вот. Понятно, что зарплата имеет большую роль, да, но мы же не можем повлиять на нее. Нет, мы можем повлиять, если мы можем провести мониторинг рынка труда, вот, и повлиять на зарплату. Так, сфоткали. Тут тоже зафиксировать основные договоренности, потому что короткое summary, и так коротенькое summary, мы договорились, там, о чем там вы договорились, да. Вот. Поэтому если кандидаты раз в год меняют работу, значит, нам нужно им писать. А иначе им напишет кто-то другой, черт побери. Да? Окей. Так, а теперь слайдик, модель grow для кандидата. Я вам предлагаю поделиться на троечки. То есть тут все вопросы, которые есть на предыдущих слайдах. Я думала, что я успею вам их рассказать, но не успела. Я думаю, вы сами справитесь, потому что мы по заказчику хорошенько прошлись. Я вам предлагаю поделиться на троечки. Один будет рекрутер, один кандидат, один наблюдающий. И вот по этой вот, по этим вопросам, да, попробовать задавать вопросы кандидату. Рекрутер задает кандидату эти вопросы, а как бы кто-то наблюдает. я думаю, пять минут для такого интервью коротенького вам хватит. И мы даже разберем. Поехали. заканчиваем. Есть кто-то, у кого получился полный цикл? Нет. Хорошо. На чем закончили? На реальности. Так, окей. Вы там закончили? Вы на чем закончили? Вы где там? На реальности, да? Окей. Есть кто-то, кто закончил не на реальности, а, например, на options. Понятно? Хорошо. Договаривайте последние фразы и внимание на меня. Договаривайте. Хорошо. Хорошо. У меня там еще есть еще тайные, тайные знания у меня есть. Возвращайтесь. Возвращайтесь. Я хочу… Раз-два. Раз-раз-раз. Устали сидеть? Я понимаю. Коллеги, давайте через пять минут кофе-брейк. Там можно будет продолжить. Кто хочет поделиться впечатлениями? Мне важно, что услышать от вас, как вообще все это прошло. У кого как? Несколько человек, пожалуйста. Ну, что такое? Никто не хочет? Да, говорить. нет. Почему нет? Опять. Если я написала там такую вакансию, реально он… Ну, если… Нет. Я оставляю возможность за человеком сказать мне нет. Я хочу знать, почему. Объясни… Расскажите мне, пожалуйста, почему вам это неинтересно, просто мне для того, чтобы я понимала. Вам это неинтересно просто потому, что у вас сейчас такая ситуация или по каким-то другим причинам, мне было бы… Для меня важно было бы узнать, почему так. По каким причинам? отвечает, ну, для меня сейчас это неважно. Или говорит, я не хочу работать с этой компанией, или для меня это неинтересный проект, или я хочу там такую зарплату, которую в этой компании не платят. Ну да. Подождите, подождите, там человек задает вопрос. Сейчас. Из нет сделать да я не практикую, это не мой метод. У меня в другом прикол я пытаюсь узнать, почему нет. То есть, если нет, то для меня важно, почему нет. Потому что у него личные причины нет, или потому что нет что-то не так с компанией, с вакансией, с технологиями, с зарплатой. Особенно, когда фриланс-рекрутер, это очень важно. Бывает, он просто не хочет общаться с фриланс-рекрутером. Угу. Узнать, когда я могу получить резюме. Нет. Это говорит о том, что он ему, может быть, он мне не вышлет, а может быть, ему нужно три дня, чтобы обновить свое резюме. И так и есть. Иногда так и есть. У них нет готового резюме, он же не ищет работу сейчас. Да, иногда до выходных, вот, подсказывает. Так, ответила на вопрос? Окей. Давайте, вы первая. Ну, это то, на что плюс-минус можно ориентироваться в переписке, да. Если получится вживую пообщаться, это вообще будет супер. Но у меня редко такие шансы были, да, поэтому тут вопросы более-менее адаптированные под переписку. Потому что в живом общении, конечно, они проще пойдут. Ну, как бы, да. Угу. Хорошо, да. Юля. я спрашиваю почему не интересно не интересно он отвечает мне то что он хочет отвечать до я оставляю я не копаю и еще раз повторяю я не не стараюсь кандидата переманить и рассказать ему как у нас круто там да и но я не про я слабо продаю вакансии мне больше нравится предлагать возможности вот и тогда я спрашиваю если не интересно почему нет и таким образом я мониторю я мониторю своего кальций для меня эта информация более ценна и важно чем просто вот как бы ему постоянно питаться его переубедить ну нет значит нет окей то есть тот вариант может быть какой угодно то есть и почему для вас можно я хотела бы узнать это не почему это вам не интересно по каким-то личным причинам или у вас есть какая-то информация которая будет мне полезно даю так в переписке же нет я не пользуюсь базами то есть как-то а ну были какие-то попытки но они умерли они умерли честно ну как-то нет но я себе ставлю напоминалочку например подожди так не факт что у меня через полгода будет такая вакансия вообще не 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 это вопрос это вопрос хранения информации это не тот вопрос на который я не готовилась и я не буду он тоже нас не помнит ну окей но для меня в этом нить для меня в этом никакой беды не существует то есть я же человек живой пусть я и рекрутер там hunter и так далее но я живой человек привет я помню что мы с тобой общались но к сожалению скайп умер и переписка не сохранилась если у меня есть вакансия я предложу вакансию я сейчас работаю по этой вакансии и хочу тебе ее предложить если это не актуально ссоре все ну как бы нет он скажет тайм я же тебе писал что мне вообще не актуально я у них кредит взял на квартиру и буду 20 лет работать ой спасибо все я вспомнила все я такой я такой товарищ я спрошу я вот как-то совершенно на эту тему ну не переживаю да 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 я тоже ну у меня у меня нет такого чувства что я навязываюсь кому-то со своей вакансии ну я и сама правда так не думаю я понимаю что ему пишут рекрутеры регулярно ну так поэтому что он программист он работает в айти он сюда пошел и он как бы понимал и знал что он будет пользоваться спросом ну а как это как киркоров которые жалуются о боже меня все достают и фотографируют но это странно ну правда настя ты хотел что спросить еще сказать окей хорошо спасибо ну я надеюсь вопросов больше нет если что зададите их кофе-брейке то вы так кофе не пьете да вот тот бонуса который я говорила что как бы что как понять чего хочет кандидат и заказчик это коучинговая коучинговая тоже типология личности по диск она распространенная д доминирующая и а и влияющие с постоянные си соответствующие очень перекликается с типологии одизиса вот если вам удается вычислить до какой ваш заказчик какого цвета до или какого цвета компания или какого цвета тим лид да и удается выяснить какого цвета ваш кандидат то тогда вам гораздо проще и их мотивировать и с ними общаться потому что я подготовила для вас таблицу мотивации что мотивирует тех или других заказчиков но тех или других людей вот то есть там в конце презентации а мы презентацию вышли уже до 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 презентацию вышли в конце презентация там есть ссылка на тест на тест на стратоплане как который нужно пройти и определить свою 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 типологию вот то есть вы можете пройти по ссылочке заполнить тест и понять что вам больше всего подходит из предложенных четырех вариантов как правило два там лидируют а два чуть чуть поменьше вот и когда у вас будет один лидирующий вариант вы можете сравниться с этой таблицей мотивации то есть что вам больше всего что вас больше всего мотивирует например красных доминирующих очень круто ставить цели по смарт это люди доминирующие которые ценят власть деньги то есть это такие управленцы как правило вот поэтому для того чтобы их мотивировать нужно им давать много свободы много ответственности и большие зарплаты да ну там у меня примерно написано о том как такого человека можно плюс минус ну минус направить в нужном направлении да а это влияющие это желтые вот ну такой я такой типичный пример который любит выступать там вот это все вот тут люди работают за драйв им интересно чтобы это все было дров драйвово это вот отдых это свободный график это фидбэк от клиентов то есть вот такие вот вещи когда много такого движения да то есть тут например людей которые желтые для нас не так важны деньги собственно говоря да мы конечно любим деньги кто же их не любит е-мое вот но тем не менее для нас важно еще и самореализация мы не сможем делать не склонны выполнять рутинные задачи вот поэтому если у вас рутинные задачи не предполагается карьерного роста и то брать желтого сотрудника но это странно ну опять это как как получится это для того чтобы можно было развивать и работать интереснее немножко понятно что мы не всегда можем вычислить какого цвета наш программист если мы пишем ему письма всего лишь но вдруг но вот вдруг вам будет уже интереснее с постоянные это люди как для которых очень важна команда команда и признание в команде стенд своей славы заниматься благотворительностью тимбилдинге то есть им нужно чтобы всем было хорошо с соответствующие соответствующие это люди синие и наши программисты в большинстве своем относятся к синим это структурированные люди которые аналитики которые хорошо просчитывают свои действия они флегматичны как правило да вот поэтому им сложно понять хорошо или нехорошо поэтому шкалировать результаты то есть что такое хорошо что такое нехорошо да можно даже как-то так спросить нет мне не интересно это вакансия а насколько вам не интересно это вакансия из ста процентов да но опять если у вас какие-то такие нормальные отношения или если человек так отвечает если он сидит и серьезный парень не надо если вы видите что но там драйв да вот написать критерии то есть ну в общем такое можете почитать посмотреть потому что описание типов по диску есть много где но вот это вот мотивация по диску это то чему у меня учили в школе коучинга и найти это достаточно сложно вот поэтому я думаю это важно все я сказала да 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 для того чтобы начать работать с этой технологией я предлагаю вам сначала тестик протестировать себя потом протестировать всех своих знакомых ну всех не всех сколько дадут это ж такое дело мы же не можем их заставить к сожалению вот да то есть протестировать людей и тогда вы уже просто будете понимать вы для себя будете понимать кто есть кто вот то есть вот и примерно поэтому вы будете ну это набить руку только до набить глаз конечно а иначе ну как бы нет потому что если мы будем наших кандидатов просить тесты заполнять ну можно не говорить что будет да ну все понятно да почитать посмотреть вот тестирование диск диск на стратоплане вот индекс счастья это youtube канал там выдаются всякие от натальи романенко дает всякие разные полезности особенно сейчас когда год заканчивается и там есть всякие штуки там колесо баланса как ставить целью на 2008 там на следующий год очень прикольные у нее видео ролики и там можно брать инструменты и пользоваться я закончила даже у вас осталось от 20 минут на перерыв да но я уже сказала я за новый год я за с новым годом пожалуйста если еще я не вас не у вас не в линкедыни вот не фейсбуке добавляете меня конечно фейсбуке быстрее добавляю в линкедын у меня там 100 приглашений висит мне очень стыдно за это тем не менее да вот поэтому спасибо спасибо за ваше терпение ваша активность вот у меня так у меня есть три приза значит первый чаш за самые активные вопросы вот значит пожалуйста да да как 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 надежда так надежда получила приз так кто еще у нас активно задавал вопрос и это круто и все-таки дата арт дарит за вопросы вот и в конце я еще разыграю свои сертификаты так кто еще ну окей до юля задавала вопросы да юля держи я бы конечно подарила чашку заказчику за то что он здесь был но я думаю что для него этот подарок будет не настолько весомым как для кого-то другого вот так аня все большое спасибо сейчас у нас кофе брейк вот а потом стас